Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Исаии. На очереди 53 глава. В 53 главе продолжается четвертая песня Раба Господня. Начало этой песни, как мы видели и слышали, было в предыдущей 52 главе. Продолжает пророк. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Возможно, скорее всего, даже, это прямая речь. Если в предыдущих стихах, в начале этой песни была прямая речь Господа, то здесь прямая речь общины Господней. Потом также здесь, в основном содержании этой 53 главы, попытаемся расслышать голоса народов, царей, которые изумлены образом страдающего Раба Господня. И неслыханное что-то, кто может поверить тому, что слышат, это община, эти цари народов, эти сами все народы, ничего подобного не было. Это нечто неслыханное, это нечто невиданное. И пророк говорит, что так проявилась мышца Господня. Что такое мышца? Это сила. Зроа – это божественное могущество, это его рука, это его сила Господня. Сила Господня проявилась парадоксальным образом в наказании Раба Господня. Раб Господень был наказан по воле Божьей. Этот раб, во-первых, это израильский народ, во-вторых, конечно, все, что здесь говорится, не укладывается в эти рамки, в рамки израильского народа. Речь идет о каком-то страдальце, искупителе, которого мы отождествляем с Мессией. Кстати, и в иудейских источниках, и в иудейском предании, не только в христианской экзегезе мы можем встретить мессианское объяснение этих глав в применении, в приложении именно к индивидуальному Мессии, не к народу, не к коллективному Рабу Господню, а к личности Раба Господня, к отдельной личности. Далее второй стих. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Отпрыск, росток – это и остаток израильского народа, отрасль, которую Захария потом вслед за Исаией будет уже прямо как имя использовать, имя, мессианское имя. Вот здесь этот отпрыск, этот росток – это, во-первых, остаток израильского народа, словно из пня от корня Иесеева. И это индивидуальный мессия тоже, потомок. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Образ страдающего Раба, он не привлекателен, он скорее отталкивающий образ, потому что страдания суровые и смерть, они не могут быть привлекательны. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот эти все стихи и дальше, до конца главы, они будут в Новом Завете, в Евангелиях переосмысливаться, интерпретироваться и прилагаться к страдающему Иисусу Христу. И вот эти пророчества, все они, пророчества 53 главы Исаии, они сбудутся на страдающем Христе. Так же, как и слова 21-го псалма, у евреев 22-го псалма, тоже мессианского, и где тоже говорится о страдающем Мессии. Но эти страдания, они, это не только наказание, но это и искупление. Он невинный праведник, страдающий Мессия, как здесь дальше, ниже будет сказано, был наказание на нем Божье, он был наказан, но не за свои грехи, не за свои преступления, а за грехи других, за грехи народа. И в этом как раз проявился искупительный характер этих страданий, когда невинный страдает за виновных. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Читаешь 53-ю главу, будто бы читаешь Евангелие. Страстные главы Евангелий, и Матфея, и Марка, и Луки, и Анна являются ядром евангельского повествования. Центр, смысловой центр, ядро Евангелия, каждого из четырех Евангелий, это рассказ о страстях Господних. И вот маленькое такое Евангелие, как Евангелие от Марка, казалось бы, и повествование о страстях Христовых должно быть в нем короче, но на самом деле оно ничуть не короче, чем в других Евангелиях, а где-то в некоторых частях даже подробнее описываются страсти Христовы, его искупительные страдания. И, наверное, треть этого Евангелия посвящена по объему, чуть ли не треть, но может четверть. Никто специально не будет измерять. Вот, посвящено описанию этих самых искупительных страданий. Читаешь 53 главу Исаии, и такое впечатление, что читаешь Евангелие. Не случайно Исаию отцы церкви называют ветхозаветным евангелистом. И потому, что он благовествует возвращение пленников Сиона, реставрацию Иерусалима, и храма, и народа. Но и потому также, что он описывает искупительные страдания, искупительные страдания Мессии. Из всех песней Раба Господня наиболее рельефно эти страдания изображаются здесь, в четвертой песне, конец 52 и вся 53 глава. Так вот, страдающий Мессия, третий стих, страдающий Раб Господень. А четвертый стих говорит, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Да, по воле Божьей страдает Раб Господень, но страдает он не за свои, а за наши грехи, наши немощи и наши болезни он берет на себя. Пятый стих, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего на нем и ранами его мы исцелились. Исцеление, искупление страдающими страстями Христовыми, его ранами. Он был изранен для исцеления наших ран. Дальше продолжается вот эта коллективная речь со стороны общины, царей, народов, израильского народа и всех других народов. Прямая речь звучит. Но мы блуждали, это коллективное мы, можно сказать, мы всего человечества. Мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущий мега безгласен, так он не отверзал уст своих. Скажет Иоанн Предтеча, видя идущего к нему креститься Христа, скажет о нем, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец Божий, пасхальный ягненок, вообще ягнят, однолетних агнцев часто приносили в жертву, ежедневные жертвы, жертвы в новомесячье, жертвы в праздники. Было приносимо много однолетних агнцев, невинных ни в чем не повинных, жертвы были приносимы, постоянно совершались богослужения в израильском народе, в храме, приносились эти жертвы. И вот здесь страдающий раб Господень сравнивается с агнцем, который безгласен. Вспомним также Авна, которого принес Авраам в жертву вместо сына своего Исаака. Связанный Исаак лежит на жертвеннике, ангел останавливает нож, занесенный над его горлом в руке Авраама, и вместо Исаака приносится в жертву запутавшийся в ветвях деревьев Овен. Агнец, образ страдающего Мессии здесь сказано будет также в Новом Завете. Агнец, закланный от создания мира. То есть в замысле Божьем, искупительном, спасительном замысле Творца Господа изначально были вот эти вот страдания. Вспомним также икону преподобного Андрея Рублева, главную, наверное, русскую икону, самую важную, гениальную икону Троица, где также в центре чаша страданий Агнца Господня. Не важно, может быть, там голова Тельца или Агнца, не так уж важно, но важно то, что это чаша страдания, чаша искупления. От уз и суда он был взят, раб Господень, но род его кто изъяснит? Его род не изреченен. Род, то есть происхождение, то ли дот, раба Господня, страдающего, род Израиля известен от Авраама. Произошли, а вот род страдающего Мессии, его изъяснить невозможно. Дальше читаем. Здесь говорится о бузах, о суде. Словно вновь читаешь страницы Евангелия. «Отторгнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Не за свои преступления. Он невинный страдалец. Он терпит казнь, смерть за грехи своего народа, народа Божьего. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Греха не сделал, невинный страдалец, лжи не было в его устах. Его хотели со злодеями, с разбойниками погрести, но нашелся богатый, праведный человек, который похоронил его в своем гробе». Опять вспоминаются строки Евангелий, где говорится об Иосифе Аримафейском и о его гробе, в которое было положено тело Искупителя. Но дальше продолжается 10 стих. Вновь продолжается речь о рабе Господнем. «Но Господу угодно было поразить его, то есть Бог поразил своего раба, и он предал его мучению». Не люди, а сам Бог предал мучению своего раба. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» Вновь лексика вот этих самых жертвоприношений, как в случае с Агнцем чуть выше, с Овцой, с Агнцем в заклане. Вот здесь та же самая лексика книги Левит, других частей пяти книжек, где говорится о жертвоприношениях. «Жертва умилостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». То есть он будет иметь успех. Он будет иметь успех. Дальше последние два стиха будут прямой речью, вновь прямой речью Господа. С 1 по 10 стих 53 главы звучит прямая речь не Господня, а прямая речь царей, народов, общины верных и так далее. Но эта речь царей и народов, она обрамлена речами Господа. Вступает Господь в самом начале, 13 стих предыдущей главы, и в конце завершается четвертая песня раба Господня, тоже прямой речью Господа. «На подвиг души свою он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, прямая речь Господа, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Грехи народа, грехи всего человечества понесет на себе, и через это они будут оправданы. Искупление оправдания возможны только благодаря искупительным страданиям и искупительной смерти раба Господня, мессии, которого мы, христиане, отождествляем с тем, о ком повествует нам Евангелие, то есть с Иисусом Христом. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Читая эту главу 53, мы, каждый из нас, должны понимать цену нашего искупления. Мы преступники, мы грешники, но вот мы искуплены дорогой ценой кровью раба Господня, кровью Искупителя. Он был за нас умершлен, Господь судом Своим привечным так решил, избавить нас от вечной погибели, от смерти вечной, от грехов наших, возложив на него грехи всех нас. И он является ходатаем, ходатаем Нового Завета, как называет его сам Новый Завет. Ходатай за преступников. И другого ходатая нет. Ни ходатаев, ни ходатайц нет больше для нас, кроме ходатая Иисуса Христа, о котором так подробно говорится в пророчестве 53 главы, в этом поистине Ветхозаветном Евангелии. В заключении я хотел бы прочитать небольшой отрывок, процитировать книгу французского автора, уже покойного автора прошлого века, Луи Буе. Книга переведена на русский язык, была издана, не претерпела ни одно издание. Вот он пишет, рассуждая о песнях раба Господня, в частности о той песне, которую мы прочли, о четвертой песне. Он говорит, «В основе этих песнопений лежит, по-видимому, опыт скорбной верности, патетического переживания непонятости, напоминающей Иеремию. Но предлагаемый здесь образ страждущего праведника появляется впервые как прямое обетование очищения Израиля и спасения народов. Страдание безвинного святого отрока Божия по позднейшему новозаветному выражению обнаруживает свою плодотворную силу, невообразимо плодотворную и вполне сверхъестественную по отношению к грешникам, с которыми он связан с солидарностью, точная природа которой пока еще остается неясной». Окончательно эта природа будет разъяснена уже в Новом Завете. «Этот раб, продолжает Луи Буе, Израиль, но это еще и кто-то, отличающийся от Израиля, это уже Израиль, не противопоставляемый народам, но примиряющий их с Богом в то самое время, как примиряется и он сам». И вот еще. Дальше Луи Буе цитирует некоторые строки 53 главы Исаии и говорит, комментирует их, «Все толкования этих поразительных текстов, пытающиеся не выходить из рамок Ветхого Завета, хромают». Очень авторитетный библиист говорит, «Ни представление об Израиле страдающим для того, чтобы свидетельствовать пред народами, ни создание спасительного для самого Израиля значения его праздников и пророков, таких, например, как Иеремия, не отвечают всем сторонам этих текстов. Их охватывает целиком только то толкование, которое в дальнейшем дает им Христос, разъясняя тем самым и загадочность своей собственной судьбы». И именно это толкование апостолы делают ключом к Евангелию, к благой вести о спасении. Толкование 53 главы Исаии в Новом Завете и Христом, и евангелистами является, как верно замечает Луи Буе, ключом к пониманию тайны спасения, ключом к пониманию тайны Христа. Закончена 53 глава, окончена последняя из четырех песней «Раба Господня», но книга Исаии продолжается, и к 54 главе мы обратимся к преследующей нашей встрече. Запись сделана для библейского портала «Экзегет» и ни для кого бы то ни было другого. Продолжение следует...